Зинаида Артемовна, давайте поаплодируем. Мы в Ангарске, просто вы знаете, что такое Ангарск. Люди, которые будут нас смотреть в интернете, они не знают, где такое Ангарск, есть 20% пресной воды, где она? В Ангарске. В Байкале. А с Байкала вытекает единственная река, и на этой Ангаре стоит Ангарск. Вот так разберутся, где Ангарск. Потому что за эти пятую часть воды трясется уже вся земля. Смотрят на Байкал, у них мандрашка. Пятая часть пресной воды вытекает сюда, есть такой город Ангарск. Вы, Зинаида Артемовна, я здесь в Ангарске живу уже с 1953 года. С Ленинской области, кстати. Приехала сюда вербованная, строить комбинат. Тихо, тихо, подождите, комбинат. Комбинат вы настроили, теперь жить невозможно. Зато ездить работать, город богатый. Но нас интересует вот что. Вы избавились от семи болезней. Те, кто вас знали, заметили, вот как вы стали ходить? Да, вот даже и консультанты видели, и много посетителей тоже многие видели. Потому что я уже... То есть не ходили, начали бегать. Так? Да, да, да. Еще что? Это первое. Это... Гипертония. Гипертония. Если у меня была... Какие были цифры? Были цифры... За 200 постоянно... Сколько лет гипертония было? Десять лет. Десять лет. Десять лет. И уже до трехсот заходила. И уже я не хотела жить. Я уже себя проклялась, чтобы мне бог прибрал. Все мутяги уже. Уже со мной водиться надо было. Сейчас что? Сейчас. Сейчас я хожу сама. Никто меня не носит, не водит. А давление? А сама хожу. И давление у меня самое высокое 140. А то 130 на 70 на 75. Повторяю. Внятно. Потому что буду смотреть кардиологи, доктора. Доктора тоже гипертонисты. К сорока годам почти все. Двести двадцать давления было у вас десять лет. Вы пили много таблеток? Наверное. Ну я так думаю, что наверное тонну выпила. Не меньше. Сейчас пьете? Не меньше. Я уже полтора года даже ни одной таблеточки не пью. Двести двадцать и тонны таблеток. Сейчас давление максимум 140 без таблеток. Вот кто спрашивал за инфаркты, за гипертонию. Вот вам история Зинаи Яковлевны. Так? Да. Номер два. Гипертония исчезла. Номер три. Номер три. Исчез. Может он не совсем исчез. Но этот гастрит. Этот гастрит. Желудка. Беспокоил желудок? Беспокоил. Сейчас он меня не беспокоит. Совсем. Совсем. Что было? Ижога была страшная. Страшная изжога. Что нельзя было если что съешь. Отрежка аж кроненная была. Сейчас. Сейчас даже не чувствую. Совсем не чувствую. Вообще. Совсем не чувствую. Полтора года. Как стала ходить в ГВС. Так и не таки. Через полгода ничего не стало. То есть как бы клинически. Вы не подтверждали этим эндоскопом. Не глотали. Нет. Ну вот так вот проявлялось. И сейчас нету. Конечно. Четвертое что. Теперь. Калацистит. Печени. Калацистит печени. Ну сейчас как сказать. Она давает. Что было? Нелла здесь? Болела? Болела. Выплесла. Сейчас у меня этого нету. Но если в другой раз редко повернусь и лечу. Обратно даешь себе знать. Даешь себе знать. Кто попалывает. А этот. Кукурсик. Как называется. Что это сейчас? Где? Покажите где. Какой части тела. Я подскажу что. Короче. Кашляла. Бронхит. Бронхит. Хронический бронхит. Теперь. Сколько лет? Тут уже очень много лет. Я же не понимаю. От производства от медного бронхита? Больше 20 лет. Ну от производства да? Да. От производства. Грязное производство. Да. Вы стояли на учете. Рентгенские снижения. На учете стояла. У хирурга стояла на учете. И этого. У терапевта. У терапевта. Кульмонолога. У горло. Носкотника. У всех стояла на учете. А сейчас я уже полтора года не хожу. Бронхита нет? Нету. И мне. И одышки? Одышка немножко. Сердвичная. Вот. Когда иду сюда. А иду я. Я хожу пешком сюда. Километра полтора наверное. Ну раз, два, два. Соручно на 15, на 10, на 15. Я думаю. Шестое, седьмое тоже есть еще? Нет. Есть. Все. Все есть. Но я хочу сказать, что я уже думаю, что это мне уже не от болячек. От старости. Я уже старый человек. Уже мне восемьдесят первый год. Если точно, то. Можно поаплодировать. Восемьдесят лет. Хорошо. Смотри. Я понимаю, вот какой у меня опять сегодня стресс. Восемьдесят лет человек. Вот какой. Имея гору болезней, причем какие не лечатся. Вы берете. Вопреки всем пониманиям медицинских норм. Начинаете выздоравливать. Что это происходит? Мы на какую-то другую планету попали. Мы вообще. Мы вообще где? Что это за медицина такая, которая позволяет человеку, которому уже нельзя выздоравливать, а Вы берете выздоравливать. Вопреки всему. Что это? Это. Это. Турмановая керамика. Турмановая керамика. Вот это все дает нам здоровье. Она появилась из этого. Скорей. Скорей. Уже Кореи. Скорей. Скорей. И там такой прекрасный человек, как наш президент. Вот он. Вот он наш президент. И чтобы он жил и здравствовал. Чосынхен пусть живет и здравствует. Всем привет. Корея из Андерска. Чеснокену. Жене. Детям. Маме. Там у него 20 штук или больше. Детей. Что вы? Детей. Всем, чтобы дам Бог здоровья. Хорошо. И всегда, как он нам дает. Вы с помощью Нугопест ломаете все здравоохранитель. Вы понимаете? Я сижу врач. Трезвый. Абсолютно нормальный. Я вижу, что вы трезвый. Я здравый. Мне женщина тоже. И вы рассказываете такое, что мне не по себе становится. Не по себе становится. Вам не жалко врачей? Жалко. Жалко. Мой врач был неплохой. А что был? Нету. Я пошла к вам прием. И он говорит, я вас похоронил. Вы почему не посещаете? Я говорю, потому что вы меня, говорю, десять летчики, и я ничего хорошего не делаю. Честно, мне хотелось сказать, что в вашем случае обычно врач так и думает, что уже давно пора. Да. А вы как хотели? А тут бежит Зинаида Яковлевна. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Я говорю, я отчего. Адем. Зинаида, бежит. Еще давление уже пропало. Да. Гастрит ушел. А он говорит, вам помогает? Что помогло? Я говорю, я хожу на ГБС, говорю, и там прием такой, девочек, что от самого приема здоровье-здоровье сейчас уже выздоравливаешь. А что больше я выздоравливаю? Это керамика или девочки? Керамика больше я выздоравливаю. Да. Да. А он говорит, вам помогает. Я говорю, очень хорошо. Видите, какая я? А он говорит, да, я вас не узнал. Если вам помогает, ради Бога, ходите. Ходите, ходите, лечитесь. Зинаида, смотрите. Вот на месте врача себе представьте. Врач похоронил человека. Человек живет, выздоравливает. И врач говорит просто, ну, ходите дальше. Вот как вы думаете, врач должен был за вами следом сюда прийти? Конечно. Ой, как я очень много обращений, так уж сильно и много. Не хватит на меня. Если врач видит парадокс, который не вписывается в его понимание, он должен сюда прийти посмотреть, может же и сам выздороветь? Может, придет, когда поймет, что если его заболеть, тогда он придет, наверное, я так думаю. А он, значит, не сильно больно. Сюда и к нам и врачи приходят. Приходят. И все. И он, наверное, если заболеет, но он такой, извините, мордовый род здоровенький вообще. Хорошо. Хорошо. Тогда давайте так. Последний вопрос. Вы убедились, что вам здесь стало круто, хорошо. Вы пользуетесь здесь Nogobest? Да. Скажите мне, пожалуйста, если завтра станет такая задача, надо будет врачам рассказывать о Nogobest, чтобы врачи бедненькие выздоравливали. Вы будете это делать? Обязательно. Обязательно расскажу, кто мне помог и как помог, и как они не помогли. Ничего. Но врачей лечить будем? Обязательно. У них люди тоже. Вы за то, чтобы и врачи были здоровые? Да. Спасибо вам большое за ваше доброе сердце.